Всем привет! Поздравляю вас с выходными! К сожалению, сегодня последний выходный день, воскресенье, и это значит, что, как всегда, выходит обзор на какую-нибудь доставку. И сегодня у нас место такое, знаешь, они были уже у меня в обзоре, правда, мы это делали на стриме в онлайне, это TrueBurgers. Я, в принципе, тогда решил, что я сделаю нормальный обзор полноценный, сниму без всяких там вот этой суеты онлайновой. Короче, сегодня у нас TrueBurgers, на обзоре тогда они показали себя, ну, короче, стрёмно. Но сегодня я заказал, попробуем прям с пылу с жару, чтобы всё ничего не остывало, температуру померить и прочее, и прочее. Привезти должны минут за 25, то, что они находятся очень близко со мной. TrueBurgers. Обзоры доставки бургеров. Ждём. Слушайте, ну привезли за 25 минут. Я не знаю, я не знаю, что надо делать, как надо готовить бургеры, чтобы успеть приготовить за 25 минут, и ещё привезти, хоть и недалеко. И особенно, как можно делать бургеры за 25 минут, чтобы они, сука, были холодные. TrueBurgers, как вы это делаете? Я не понимаю, вы их... Ну, то есть, реально, как они могли остыть? Это соседний дом. Всё холодное. Бургеры от TrueBurgers просто холоднющие, блин, крылышки. И вот она комплектация от TrueBurgers. Чёрт, я честно, я надеюсь сегодня хоть немножко сделать, что будет лучше, чем на том стриме, но... Есть у меня подозрение, что это может и не получиться. Давай померяем температуру. Вот, например, какой-то довольно большой бургер. Я специально беру большой, чтобы оценить температуру в большом бургере. Так, ну, кстати, смотри, свеженько выглядит всё довольно, да? Оп, а ну? А ну? Ну, 31 градус. Ну, вот на котлету, окей. 27. Котлета холодней салата. Ну, то есть, всё остывшее. Как вы это сделали? Но температура напитка прям феноменально холодная. Хоть и не надо, говорят мне, щёлкать именно по алюминию, но, тем не менее, 21 градус реально холодней. То есть, напиток градусов, наверное, 12-13. Очень холодный. Вот. Что-то ещё я тут заказал. Крылышки вот в такой маленькой штучке. Написано «Сочные крылья». Нээээ. 63. 63. Это самое горячее, что мне привезли. Возможно, и картошечка тоже будет весьма горяча. Но нет, 34 градуса. В общем, вот, ребят, вот так вот привозят True Burger. Салфетки большие прикладывают. Немного, кстати. Я написал «4 персоны», мне приложили 4 салфетки, пожалуйста. Кушайте, не обляпайтесь. Два соуса и, собственно, бургеры, запечатанные в фирменной упаковке. Ну, судя по температуре бургеров, нам вообще торопиться не надо. Они просто остывшие. Практически все бургеры от True Burger стоят 380 рублей. Одно из тех, что я заказал, по крайней мере. За исключением бургера True Cricket. True Cricket, она стоит 420. И там, видимо, креветки. Ну, ладно, я немножко предвзято чуть-чуть отношусь к ним сейчас, честно. Потому что я уже пробовал их бургеры. И я не очень думаю, что что-то изменилось. А прошло уже недели 3. Вряд ли что-то поменялось. В любом случае, давайте пробовать. Крылышки 379 граммов должны весить. Ну, окей, давай представим, что, наверное, какой-то соус еще к этим крылышкам. Хотя нет, это соус сальса. Или вот это соус сальса. Ну, неважно, по весу эти соусы одинаковые. Ну, зашибись, 250 граммов, да? Все по нулям. Ну, вы скажете мне миллилитры здесь, но это не играет роль. Дим, да? Переключился на граммы? Давай проверим. Ну вот, пожалуйста. То есть, недовес, блин, 120 граммов. Офигенно. Тру бургерс. Спасибо. 250 рублей. Ну, слушай. Кстати, смотри. Да, они поджарены, может, чуть больше, чем надо. Да, ну вот волосатая... Черток хотел похвалить. Волосатая курица, это сильно, конечно. Где они находят-то? Не подстригли курицу. Курица не такая сухая, как когда-то приезжала к нам из фудбенда, я помню. До сих пор у меня воспоминания. Это, наверное, эталон был сухой курицы. Ну, то есть, тут как бы, смотри, да? Более-менее действительно влажно как-то. Сочненько. Жирненько. Написано, что они в пряном соусе барбекю. Да, вот он, кстати, соус барбекю. Действительно похожий. Кстати, такое ощущение, что это не тупо какой-то... Ну, не знаю. Хайнс там. Да не, это тупо Хайнс. Просто с травками где-нибудь там. Так, все, я бахаю крылышком. Причем, я считаю топовыми кусочками вот эту часть крылышка. Блин, все волосатые, капец. Слушайте, Труббургерс, брейте курица. Я не знаю, что вы с ними делаете. Короче, вот. А таких кусочков очень мало. В принципе, мало. То есть, ну, за 250 рублей было бы неплохо видеть действительно 379 граммов. Даже если я захочу, мне не получится выгородить это мясо. Выглядит оно не таким высушенным, как по факту. Это сухая курица. Сухая волосатая курица. Нормальный соус, кстати. Вот это барбекю с травками действительно неплохо сделано. Но курица просто адский ад. Не хочу это есть. Не собираюсь доедать. Невкусно, сухо и категорически не брать. Хочется запить пеппер. Вот, что точно гарантированно вкусно, так это доктор пеппер. Ой, холодненький. Так, что у нас по картошке? Картошка по-деревенски. Картошка должна весить 215 граммов. Наверное, с соусом. Поэтому, скорее всего, я добавлю еще и соус. Сука, 164. Ну, как они это делают, я понять не могу. Чтобы вы понимали, недовес, он равен приблизительно вот этой порции картошки. Ну, окей, не этой порции картошки, но где-то 2 трети картошки, это как раз недовес. Картошка выглядит хорошо, между прочим. Смотри, в специях явно тут паприка какая-то может быть. Да? Неплохо выглядит. Перчик там, соль. Блин, ну как вот такие недовесы допускать? И вот эта сальса тоже классно выглядит. На основе томатов. Ну, и соус нормальный. И картошка прям 5 баллов. Офигенно сделанная картошка. Ну, в общем, что, по факту. Опять недовес. Недовес довольно крупный. Ну, то ли это недовес, то ли это просто завышенный. Так, у меня нет ощущения, что это похоже действительно на порцию. Ну, то есть, как бы порция, да? Типа, по-макдональдсовски это стандартная порция. Ну, заявлено почему-то в приложении гораздо больше. Первый бургер, это бургер, называется Барак. Он должен 357 граммов весить. Да что я, блин, ожидал. 380 рублей стоит бургер, которым недовес 100 грамм. Ладно, тем не менее. Черная пшеничная булка. Свекольно-яблочные чатни. Сыр моцарелла. Тут руккола. Ну, какой-то микс салатов. Это шпинат, что ли, еще даже. Так, и вот там вот свекольно-яблочные чатни. Видишь, кажется, как, типа, в Бургер Хирус, как будто это вишневое варенье, типа. А, нет, там действительно есть малиновый соус. Это малиновый соус, посмотри. Малиновый соус на размокшей булке. Булка от соуса пришла в негодность. Разрежем сейчас. Посмотрим на разрезе этот недовешенный бургер. Потом уже что-нибудь с вами придумаем насчет попробовать. Котлета внешне выглядит структурно. Ну, то есть, она, понятное дело, это уже просто адский вэлдамушка. То есть, эта котлета готова не для любителей хороших котлет. Она готова для любителей бабушкиных котлет. При всем уважении к бабушкам. Но, тем не менее, структурка как бы не совсем такая убогая. То есть, есть как будто бы какие-то кусочки мяса даже. В бургерах всегда хочется вот этого вот эффекта. Знаешь, когда ты нажимаешь как бы и выделяется влага из котлеты, из соков. А тут все впиталось в булку. Котлета высушенная просто. Но зато перья полярной совы добавлены. То есть, что только нет. Яблочный чай, крошка из черного изюма и мяты. Малиновый соус. Кто смотрел тот стрим, тот помнит мои эмоции. И честно, по-моему, я даже в отзыве это написал. Что вы бы занимались лучше котлетами, нежели пытались искать какие-то изысканности. Мне что-то они даже ответили. Но прошло вот сколько-то пару месяцев. И хрен что поменялось. Все подтверждается. То есть, даже мое желание у меня сегодня очень доброе настроение. В целом, у меня как бы хорошо-хорошо все в жизни. И у меня нет поводов расстраиваться. Но шляпа. Сухая котлета из абсолютно обычной молочной говядины. Не знаю, они заявляют тут. Да нет, просто говяжья котлета. Ну, действительно, просто говяжья котлета. Какой-то малиновый соус. Ну, то есть, вот из всего вкуса того, что я попробовал, я ярко выраженно чувствую только руколу. Я стал хорошо относиться к руколе, к кинзе. Я взрослею постепенно. Раньше терпеть не мог. Сейчас уже более-менее хорошо отношусь. Мне понравился этот вкус руколы. И все, мне в бургере понравился вкус руколы. Давайте посмотрим следующий бургер. Вот еще один монстр, который называется... Про булки отдельно поговорим. 349. Уже ближе, ближе к 300. Но все-таки опять недовесный. 70 граммов. Я не знаю, что тут можно не доложить, чтобы 70 граммов мне не додать. Вот этот бургер похож на, блин, на то, что хочется скушать. И даже посмотри, какой помидор. Хороший, добротный помидор. Булочка, правда, мне кажется, все-таки пережаренная. Да, вот это слишком... Ну, это ладно, окей. Хотя бы она прижаренная. Это уже очень радует. Бургер небольшой. Стоит 380 рублей. Одна толстая котлета. Нет, слушай, тут еще какой-то, смотри, бальзамический уксус. Это, наверное, не тот бургер. Это бургер Tour de France. Сочная котлета, чеддер, карамельный лук, свежие томаты и нежный трюфельный бургер. Ребята, вот опять это из серии перьев полярной совы. Но он 337 граммов должен был весить, на самом деле. Смотри, трюфельный соус. Опять та же самая котлета. Хороший помидор, должен признать. И вот как бы так. И булочка какая-то, да? Стандартная. Ну, то есть булка довольно такая, крошащаяся вот эта вот. Хотя, не нормальная булка, смотри. Сладенькая. Так, ну давай, трюфельный. Нифига себе, я такой, по-моему, не заказывал. А ну, я люблю трюфеля. Вот здесь в описании уже написано, что тут сочная котлета из премиальных видов мяса. Ну, дальше уже мы с вами читали, да? Капает, тут что-то капает. Вот этот трюфельный соус. Премельная говядина. Привкус горелой булки, он прекрасен. Я должен отметить, что по вкусу вот эти соусы, вот этот трюфельный, как он их, да, трюфельный соус и называется, мне зашло. То есть вкус, в целом вот ощущения такие вкусовые у меня очень приятные. Мне нравится этот вкус. Ну, опять-таки, по истории того же предыдущего бургера, абсолютно один в один, все портит котлета. Котлета это центр вселенной в бургере. Если у вас говеная котлета, чего ты туда не добавляй, у тебя все равно будет шляпа. Ну вот, я недавно заезжал, кстати, вот какое-то придорожное кафе, называется бургеры и кофе. Вот, вспомнил, бургеры и кофе, короче. Кафешка, я думал, вообще фигня, реально, я туда заехал, голодный дико был, ездил шины менять. Я туда заехал, ну, там довольно приятный интерьерчик, такой придорожный обычный, ничего особенного. И мне сделали бургер, от которого я кайфанул. Остренький такой, вкусный. Котлетку пожарили никак здесь. Не топчик, но мне было вкусно в целом. А здесь у меня, мне не вкусно в целом, у меня просто есть какое-то в голове ощущение, что мне нравится соус. Но при этом у меня есть расстройство, что, твою мать, они испортили, понимаешь? Они добавили офигенно вкусный соус к этой мерзкой котлете. Толстой, пережаренной, пересушенной. Делайте как Тимати. Делайте как Тимати. Юрий Левиттос сто раз рассказывал. Для того, чтобы жарить быстро, он специально сделал вот такие вот котлеты, такого размера, и такие тонкие. Чтобы пшик-пшик, и все, и у тебя сочность не успела уйти. Нет, они будут делать толстенные котлеты, жарить их до упупления. Это пожарится, это пожарится, все соки вытекли, получилась срань. Ну, давайте, чтобы завалировать срань, добавим соус трюфельного. Нет, спасибо за соус, ребята, но научитесь котлеты делать, блядь. И привозить бургер за 20 минут теплыми хотя бы. Короче, нет, ребят, очень вкусный соус. Очень вкусный соус, ну не надо. Вот поставщики трюфельного соуса, просто бойкотируйте, бойкотируйте Тру Бургерс, блядь. Не возите им этот соус, пока они котлету не научатся делать. Жесть! Бургер Black Spicy. Я не знаю, что тут Black. Сам факт, что тут темная булка, куриная грудка, огурчики. Собрано аккуратно, выглядит здорово. Ржаная булочка, 8 злаков, медово-перечный соус, маринованные огурцы, каперсы, ребята. Вот тут есть каперсы, там был трюфель, тут каперсы. Все у этих ребят есть. Ну давай, 275. Здесь как... Ну то есть вот так вот. И тут недовес. 380 рублей. Смотри, тут тоже, кстати. Не, ну вот то, что так булочка пожарена, все-таки у меня нет претензий. Чувствуется небольшая горелость, но она даже создает какой-то вкус, мне кажется, в данном случае. Ну вот смотри. Опять-таки офигенно. Огурчиков много. Смотри, соуса довольно много положили, да? Внутри свежайший просто салатик. Вот эта булочка необычная. Ну давай посмотрим по факту. Опять-таки, все будет зависеть от того, как они пожарили курицу. Судя по тому, как они жарят котлеты, у меня нет надежды, что они пожарили курицу, так что мне кайфанется. Вот, курица тонкая, смотри, они разделили куриную грудку пополам. Тут реально куриная грудка. Ну как они ее пожарили, сейчас посмотрим. Даже каперсы тут видно, ничего себе. Вот уникальные, ребята. Я не понимаю, как они это делают. Вот, понимаешь, в этом бургере я бы не сказал, что там прям очень сухая куриная грудка, хотя это так. Но терпимо. Но, когда они делают офигенный соус, они делают говеную котлету. Когда они делают нормально, более-менее съедобную тонкую куриное мясо, все остальное получается шняга. Вот этот бургер, смотри, соус, вот как он у них называется. Ржаная булка вообще не подходит, то есть я чувствую привкус бородинского хлеба, прям вот капитальный такой кориандр во вкусе. Медово-перечный соус. Медово-перечный соус звучит хорошо по факту, что кислятина какая-то. Серьезно, какой-то кислый соус, который ну вообще не в тему. Уникально. Огурчики прекрасные, маринованные огурчики, где-то сладенькие такие. Вот в данном бургере мне обидно за огурцы. Понимаешь, обидно за огурцы. И обидно за курицу. Нормальная курица, вкусные огурцы, соус шняга. То есть как... Ё-моё! Я извиняюсь, труп бургерс, но, ребята, вы, может, и тот обзор уже видели, по-моему, я на лайв-канал выкладывал, что ли, со стрима, но... Ну, чё такое-то, блин? Вы на меня не обижайтесь, но я... Я серьёзно, то есть я делаю не для того, чтобы там просмотров много иметь, ещё чего-то, да? У меня действительно есть желание, чтобы всё исправлялось, блин. Чтобы становилось лучше, ну, не знаю, ну, говорит вам потребитель, понимаешь? Вы там на свои рейтинги смотрите в Delivery, на Яндексе. Люди покупают, ставят вам там 4 звезды, например, да? Вот такие, о, нормально, 4. Посмотрите, обратите внимание там на мою одну звезду или на мой отзыв. Ну, серьёзно, ну, всё же можно сделать клёво. Но переделайте вы технологию по котлетам. Ну, уберите вы эту медовую кислятину какую-то из бургера. Пожарьте вы курицу не так сухо. Ну, то есть, вот серьёзно, вот чего я хочу. Я не хочу, чтобы на меня там доставки обижались, рестораны. Не для этого. Я, конечно, тот ещё кулинарный критик, но всё-таки, всё-таки, как... Я как потребитель, как обычный человек, который пробует ваши бургеры, не с целью вас задеть. Обратите внимание на то, что я говорю своим дилетантским языком. Ну, а вы профессионалы, понимаешь, вы каперсы добавляете. Вот это Биг Папа, тот самый. Вот он, кстати, побольше, 349 граммов он. О, во, бургер Биг Папа, он максимально, максимально близок к тому, чтобы оказаться, короче, по весу нормальному. Ну, бургер Биг Папа, это тот же самый бургер, что и был, только вот смотри. Сыр не доплавили, да, сыр не доплавили. Но, тем не менее, ну, выглядит-то неплохо у них в целом, да? То есть, ну, вообще ни разу не хуже, чем, допустим, в каком-нибудь там Бургер Хирус. Ну, тупо лук, смотри, вообще даже не замаринованный, по-моему, просто тупо нарезанный красный лук. Сальса томатная, типа, или кетчуп. Халапеньо. Раз и два. Два кусочка халапенья здесь, вот один. Много лука. Ну, какой-то такой тоже бургер, вот они придумали Биг Папа, то есть, видимо, флагман их, типа, да? Вот, но, тем не менее, тут все по-честному. Я имею в виду, по ингредиентам тут нет каких-то извращений, назовем это так. То есть, в случае с Струббургерс, я считаю, это извращение. Потому что они основу не сделали. Вот такой на разрезе бургерочек. Давай попробуем. Копченый бекончик. Вот он, да. Под сыром есть действительно слайс копченого бекона. Судя по всему, вот не сырой такой, а нормально, поджаренный. Ну, опять та же котлета, блин. И салфетки закончились, кстати, у меня. Закончились. Четыре салфетки эти легендарные. Ну, давай попробуем, слушай, давай я попробую немножко утихомириться. И сказать, что я думаю вот по этому бургеру. Я абсолютно абстрагируюсь сейчас от котлеты, потому что она нулевая вообще, никакая. Премиальность, видимо, этой котлеты связана исключительно с тем, что, возможно, эту корову, обычную грустную говядину, привезли, может быть, на Бентли. Вот, на этом все. Значит, абстрагируюсь от убогой котлеты. Феноменально убогой котлеты, которая невкусная, которая сухая, резиновая и бла-бла-бла. В целом, вот этот бургер очень похож на такой настоящий, правильный, хороший бургер. Хороший лучок. Просто, просто лучок, но он здесь в тему. Халапешки в тему, сырок, соус домашний барбекю, который не очень, ну, видимо, вот этот же соус, который в баночке давали. Ну, такой прикольный. Он не очень яркий, то есть, может быть, это, конечно, и Хайн за основу взят. Но ощущение, что он не такой вот прям барбекюшный, знаешь, мне это нравится. Опять-таки, то есть, вкус нормальный. Возможно, если взять этот бургер горячим, вот только что приготовленным, прям нормально зайдет. Вот, подостывший, конечно, уже просто ни о чем. Но из всех, что мы пробовали, вот этот самый настоящий бургер. То есть, я бы советовал, если уж вы идете в True Burger, то вот его брать. Его брать. Даже несмотря на котлету. Кстати, даже несмотря, даже с этой котлетой, в принципе, нормально. Мне понравилось, в целом. Хороший вкус. Хороший вкус. Хотя, наверное, на самом деле, я бы выбрал вот из этих трех, что я сейчас попробовал, я бы все-таки, наверное, реально выбрал трюфельный. Вот с трюфельным вкусом, потому что там есть то, что я люблю. Слушай, ну, у нас последний, походу, бургер. Это бургер Кривитос, да, или как, Тру Креветка. Он самый маленький, по-моему, по размеру. И самый дорогой по размеру цены, в общем. Так, можно выражаться? Нет? Не знаете? Тру Креветка. Ребят, тигровые креветки, обжаренные на гриле пшеничная булочка, свежий шпинат, томаты, ананасовая сальса, сладкий соус чили. Все ингредиенты, которые здесь перечислены, мне нравятся. Этот бургер без претензий хочет весить 240 граммов. Ни в одном блюде не было до веса, ребята, кроме Доктора Пеппера. Ну, посмотри, вот интересно же выглядит. То есть, ну, вот это что? Это же, блин, авокадо, да? Пусочки авокадо. Смотри, действительно, шпинат. Или это... Или это щавель, не пойму, что-то. Ну, это родственники. Креветочки, давай я вам покажу. Тигровые, не знаю. Ну, то есть, размер креветок такой. Смотри, блин, они просто высушенные. Окей, я достану креветку, ребят. Креветка, это просто адская креветка. Ну, посмотри на нее. То есть, в ней вообще влаги не осталось. Она еле режется. Как вы так жарите? Я не понимаю, что у вас происходит, ребят. Ананасовая сальса, ребята. Ну, мелко нарезанные ананасы там с чем-то. Блядь. Ну, вот такой вот бургер ананасовый. 420 рублей. Вот ощущение, что съел пирожок с вареньем. Слойку с вареньем ананасовым. Очень сладкий. Очень сладкий. Я не против сладких соусов. Клево, когда они кисло-сладкие сделаны из какой-нибудь брусники. Клюквы, вишни. Очень отлично подходит обычно к бургерам. Но это вообще, я не знаю. То есть, как я представляю работу True Burgers? Видимо, есть у них где-то какое-то место, какая-то кухня, где сидят ребята и придумывают что-то необычное. И, возможно, там же они и делают вот эти соусы. И потом развозят по точкам. У них сколько-то там, 3 или 4 точки по Москве есть. Вот. То есть, вот эти ребята, которые занимаются придумыванием соусов и еще что-то. Что добавить в бургер. Они нормальные. А есть отдельные какие-то ребята, которые, я не знаю, занимаются мясом, видимо. И уже на местах те ребята, которые жарят вот это мясо. Вообще, всю белковую составляющую бургеров. Мясо, креветки, курица. И вот этим ребятам руки надо отрывать. Потому что отвратительно приготовленная котлета. Ужасно приготовленные креветки. И плохо приготовленная курица. Вот что ты не добавляй дополнительно каперсы, фигаперсы. Вот что ты не добавишь, да. Это все не исправит ни в коем случае. Вкуса отвратительно сделанной котлеты. То есть гармонии вкусов каких-то. Нет ни в одном бургере, понимаешь. Соусы могут не исправить, но они могут, например, просто заглушить все, что можно по вкусу. Как это в последнем бургере у нас. То есть вот этот сладкий какой-то сладкое сальса, то есть сладкое ананасовое варенье, назовем его так. Причем остренькое, почему-то. Чувствую остроту до сих пор. Оно не то, что дополняет вкус, оно берет на себя весь акцент. То есть ты чувствуешь только сладость и варенье. Все. Ты не чувствуешь креветок. Может и славно, потому что креветки, ну вот это что? Это не креветки. Я вот сейчас Диме кину в лоб, у него синяк останется. Это не креветка, это камушек уже из креветки. Вот как так можно готовить? Я вообще не понимаю. То есть по факту для Тру Бургерс, как были шнягой, вот говорю все своими словами, не обижайтесь. Так и остались. Самое вкусное, что я сейчас ел в Тру Бургерс за весь обзор, это картофанчик. Картофанчик и вот трюфельный соус, который мне реально понравился. Остальное все просто феноменально дисгармонично по вкусу. Серьезно, если вы меня спросите, я съем вот какой-то из этих бургеров или пойду тупо Биг Мак куплю в Маке, я Биг Мак куплю. Вот настолько крутое место, ребят. Что да, я пойду в попсовый Макдональдс, к которому я хорошо отношусь, и куплю Биг Мак. А лучше куплю Биг Тести и вообще кайфану. А лучше доеду до Бургер Хироуз, у которых такие же толстые котлеты. Вот такие же толстые котлеты. Ну почему у этих ребят они классные, влажные, но они их замороженные делают, насколько я знаю. То есть они замороженные, потом они обжариваются, то есть они успевают приготовиться, но не успевают потерять всю влагу. Видимо в этом фишке технологии. Или охлажденка тонкая у Блэк Стара, да. Шук-шук, все, у тебя весь сок еще в котлете, но она приготовилась. Как они вот это делают, я не понимаю. Или они, я не знаю, вечером их жарят, утром в микроволновке что ли подогревают. То есть как можно получить вот такое высушенное мясо, даже из обычной говядины. И то, мне кажется, можно лучше котлету сделать. Там жира дополнительно добавить и все не высохнет. Я не понимаю, серьезно. Вот у меня не укладывается в голове, как Тру Бургерс, которые забрали себе название Тру, то есть настоящие. По ним надо типа ориентироваться. Отдайте свое название настоящим Тру. Я не знаю, тот же Хищник, там, блин, Бургер Хирус, Блэк Стар, кто еще? Бургер Бразерс, и то вкуснее у них бургеры. А это на уровне, вот я не знаю, Шейк Шак, вот знаешь, вот такое вот, где там соусов накидают, там булочек сладеньких, вот и все. И типа ешьте. Американский стиль такой. Не, ребята, это шняга. Для меня Тру Бургерс больше не существует. Все, второй шанс им дал, больше не дам никогда. Разве что, если они вдруг исправятся, таки, напишут моему менеджеру. Выставляем оценки. Значит, цена. Ну, цена, в принципе, нормальная, весьма адекватная за бургеры. Были и дороже у нас бургеры, и дешевле. Но опять-таки, ну сколько? Я поставлю, наверное, два все-таки, да, потому что это цены на уровне уже хороших, типа фарша, там, бургерных. Вот. И, значит, вкус, качество. Первый раз я в замешательстве, потому что качество хорошее, имеется в виду вот всего, кроме мяса, да. Соусы, свежие, действительно, салаты, хорошие помидоры и вот это все. Но все это в целом как будто, как издевательство, что ли. Ну, то есть, вот, когда тебе кладут все хорошо, понимаешь, вместе, вот, хорошие детальки, а получается какая-то шняга из одного ингредиента. Например, вроде железяки одни и те же, да, но написано «Жигули», например. Что-то вот из этой же серии, вот, из этой же серии. Я не знаю, что поставить. Вкус, качество. Качество вроде ничего. Я поставлю два, наверное. Я поставлю два. Соответствие. Соответствие поставлю ноль. Да, ингредиенты соответствуют. То есть, действительно, если есть каперсы, то они есть каперсы. Ну, по весу, а в этом критерии вес в том числе учитывается, по весу абсолютный провал, я считаю. Вот. По сервису. По сервису я поставлю 4 балла за то, что мне не положили достаточно салфеток, чтобы утереться после вот этих вот бургеров. Несмотря на то, что они не очень сочные, там, утереться не надо, но, тем не менее, мне не хватило. По скорости. Ну, конечно, ставлю 5, в моем случае, по крайней мере, это 5 с плюсом даже. Температура 0. И лайк. Вот лайк, критерий лично мой. Ставлю я лайк этому заведению или нет. То есть, могу ли я советовать. Готов ли я еще раз заказывать. Конечно же, нет. Это был второй мой заказ в Трубургерс ради обзора, и я в очередной раз разочаровался. И третий раз я не собираюсь повторять своих ошибок. Спасибо, Трубургерс, за то, что вы вот так все хреново сделали. А вам спасибо за то, что посмотрели, дорогие зрители. Я надеюсь, вы будете ходить в более приятные места и заказывать более качественные доставки. Тем более, у нас на сайте есть рейтинг доставок, по которому вы можете подобрать для себя действительно хорошее место, которое вам привезет вкусную еду, горячую еду, быстро, за адекватные деньги и так далее. Переходите на сайт pokushewarim.ru, там будет вся информация. Еще раз благодарю за просмотр, за поставленный лайк. Всего вам вкусного, до следующего обзорчика. Ну или до рецептика. Еще целая неделя до обзора, еще вы увидите пару рецептиков. Пока. Всего вам вкусного. Твою мать, ну как так-то? Как так-то? Дим, ну серьезно, блин, ты сейчас попробуешь, ты офигеешь. Мы с тобой уже в каких только бургерных не были, блин. Да? БПН Бургерс мне что-то захотелось с их сэром Чеддера. Блэкстар мне классический. Или с ананасом. Вот там ананас, и он, ну понимаешь, он вот корректно лежит, да, такой вкусненький, в тему.